Всем привет! Человек, который утверждает, что его прошлая жизнь прошла на другой планете, здорово рискует. Ведь он должен располагать достаточно вескими аргументами, чтобы суметь убедить окружение в том, что это действительно так. Иначе он просто может стать всеобщим посмешищем. И сегодня мы расскажем о некоторых людях, которые все же осмелились на этот шаг. Конечно же, их истории не налазят на нормальную голову, но все же не лишены права на существование. Поехали! В 1998 году дипломированный врач-гипнотерапевт Эллен Биллингс из города Милуэли, Калифорния, США, в интервью журналу UFO Magazine рассказала об одном необычном случае и своей практике. Как-то к ней на прием пришла женщина с тяжелой формой бронхиальной астмы, являющейся преимущественно аллергическим заболеванием. Эллен предложила ей отыскать причину аллергии в ее прошлом. В течение двух сеансов глубокого гипноза пациентка смогла отмотать киноленту жизни назад, вплоть до младенческих лет. Но найти причину болезни им так и не удалось. На третьем сеансе они договорились, что с помощью гипноза попробуют заставить ее вспомнить ближайшую из прошлых жизней. И женщина увидела себя на борту межзвездного корабля, одетой в необычный космический скафандр. На уточняющий вопрос Эллен, действительно ли мы оказались в прошлом, она ответила утвердительно. А вот на вопрос, является ли она жительницей Земли, ответила нет. Женщина не смогла вспомнить название своей планеты, но сказала, что в той жизни была бортовым врачом межгалактической экспедиции. Внезапная авария привела к разгерметизации бортового отсека и смерти всего экипажа от удушья. В этом и крылась причина астмы уже в настоящей жизни. По словам доктора Биллингс, вскоре после того, как причина была установлена, приступы астмы полностью прекратились. Интересно, этого доктора еще не уволили? В октябре 2015 года 13-летний Лей Чжи Хунг из города Чанша провинции Хунань сбежал из дома, оставив родителям прощальное письмо. В нем он назвал себя 139-летним принцем звезды и ночи с планеты Бесуому, расположенной на расстоянии 600 миллиардов световых лет от Земли. Он заявил, что настоящий сын супругов умер в детском саду, и он решил принять облик погибшего ребенка после того, как его космический корабль совершил вынужденную посадку на Землю. Далее Чжи Хунг пишет, что пришло его время вернуться на родную планету, так как произошло нечто плохое, и подданные ждут, когда он прилетит, чтобы их освободить. «Я не ребенок, и мне кажется, вы земляне слишком многословны, но все же спасибо за вашу заботу, мама и папа». В заключение парень попросил его не искать и никому не рассказывать о его настоящем происхождении. В конце короткого текста он оставил ряд непонятных знаков. Закончив письмо, Лэй ушел из дома с черным рюкзаком и суммой около ста юаней в кармане. Родители немедленно сообщили в полицию. По мнению матери парня, письмо может быть связано с увлечением компьютерными играми или научно-фантастическим романом, который он прочитал незадолго до своего исчезновения. Правда это или нет, теперь сказать сложно, ведь до сих пор о Чжи Хунге ничего не известно. Видимо, засиделся в каком-то компьютерном клубе. Или все-таки вернулся на родину. Как думаете? Те, кому удалось пообщаться с Борисом Киприяновичем или, как его чаще зовут на Западе, Бориской, сходятся во мнении. Скепсис относительно всего того, что рассказывает парень, странным образом растворяется в процессе общения. Слишком уж велик для его лет тот объем серьезной информации, которую он вываливает на собеседника в единицу времени. Бориска появился на свет в городе Волжском 11 января 1996 года. В полтора года он уже читал крупный газетный шрифт и легко складывал из одноцветных частей конструктора фигуры геометрически идеальной формы. Вдва рисовал карандашом, а в два с половиной года – красками. Мальчика отвели в садик с двух лет, где воспитатели отметили его феноменальную память. Родители заметили, что время от времени Боря словно впадает в транс, а иногда часами оживленно рассказывает о полетах на другие планеты, о городах-мегалитах и земной стране третьей расы – материке Лемурии, на которую он некогда прилетал с Марса. «Никто его не учил, но многое из того, чем Бориска делился, повергало в шок», – рассказала мама. Космос и космические сюжеты – его любимая тема с двух лет. Мальчик рассказал, что Марс до сих пор обитаем, что сейчас его немногочисленные жители справились с проблемой старения и обитают в подземных городах. По его словам, в те времена он частенько летал на Землю и за пределы Солнечной системы с научно-исследовательскими целями, причем сам управлял космическим кораблем. Да, было бы неплохо, чтобы он смог подтвердить свои слова какими-то реальными доказательствами, правда? А сейчас мы перенесемся на сеанс гипноза в клинику доктора Альбы Вейнман, ученицы признанного мастера регрессивного гипноза Долорес Кэннон. Комментарий гипнотерапевта. «Обычно в течение сеанса нам удается заглянуть в одну-две прошлые земные жизни, но на этот раз погруженный в «Трансклиент» неожиданно перенесся на Марс. Там, в одной из прошлых жизней, молодой человек увидел себя воином, но несколько странным. На поверхности я вижу объект. Это военный объект, похожий на бункер. Что еще вы можете видеть? Что в ваших руках? Оружие. Какое это оружие? Похоже на пистолет с длинным стволом. Материал похож на пластик. Что еще вы можете сказать об этом оружии? Оно заряжено. Вы знаете название этой планеты? Марс. Как выглядит ваше тело? Оно похоже на человеческое? Нет. Как выглядят ваши руки? Сколько на них пальцев? Четыре и один большой. Есть перепонки и когти. Как выглядит ваша голова? Как у ящерицы. Что вы сейчас чувствуете? Грусть. Почему? Мне предстоит длительная миссия и придется оставить семью. Далее наш герой сообщил, что его миссия связана со штатным мониторингом Земли, их отряд состоит из трехсот бойцов, что их цивилизация значительно более развита, чем земная и помощь осуществлялась с согласия землян. Так что вы видите, как хорошо, что Илон Маск полетит на Марс. У него будет отличный шанс установить контакт с рептилоидами. Если, конечно, они его не экстрадируют. Если верить информации непосредственных участников контакта, не все инопланетяне настроены по отношению к человеку дружелюбно. Белковые формы жизни во Вселенной, по утверждению последних, явление редкое. А право проводить эксперименты над землянами им дали сами люди. Ведь мы свободно экспериментируем с теми, кого считаем ниже себя по разуму – с мышками или, к примеру, с обезьянами. Яркие впечатления от встречи с инопланетным разумом в конце семидесятых годов остались у Эрика Ворнера. Серые человечки похитили его из дома друга в двенадцатилетнем возрасте. Вечером парни смотрели телевизор, как вдруг товарищ Эрика, повернувшись к нему, отшатнулся и сообщил, что глаза у него сплошь черные и увеличились в размере, после чего товарищ от ужаса отключился. Эрик подошел к другу, попутно обратив внимание на электронные часы, которые показали ровно двенадцать ночи. Как только он коснулся плеча лежащего без чувств товарища, он успел обратить внимание, что тот необъяснимым образом возник стоящим слева от него и, не понимая, что происходит, спросил Эрика, что, черт возьми, случилось. И здесь Ворнер заметил, что на тех же часах было уже шесть утра. Восстановить события той ночи удалось лишь через тридцать шесть лет на сеансе у сертифицированного регрессионного гипнотерапевта Иван Смит. В этот момент Эрик увидел себя неподвижно лежащим на Т-образном ложе с разбросанными по сторонам руками. Рядом суетилось существо в халате, напоминающем тонкую металлическую сетку. Из сферического потолка возникла коленчатая рука инструмент с жалом, напоминающим хвост скорпиона, и приступила к манипуляциям. После того, как серые человечки взяли интересующие их пробы, они переместили его в какое-то странное место снаружи лаборатории и корабля, там не ощущалась гравитация. Он увидел странное сооружение, напоминающее гигантскую машину, части которой находились в постоянном движении. После его вновь вернули на стол, а затем на землю, в комнату друга, который как раз пришел в себя. Да уж, с такой историей можно было легко написать сюжет какому-то блокбастеру. Только вот что это все значит, пока не ясно. Некоторые незнакомые друг с другом люди из разных стран в состоянии транса в похожих выражениях и независимо друг от друга рассказывают, как инопланетяне перенесли их в некий внеземной город, который больше похож на огромную лабораторию. Одно из таких похищений пережила Тереза С., обратившаяся впоследствии к психотерапевту из Оклахомы Джеймсу Пойнт де Кризу. Ее мучили ночные кошмары. В состоянии транса Тереза рассказала, что высокие бледные человекоподобные существа доставили ее в огромный город на планету под названием Клейки. Хотя внешнего источника света, похожего на наше солнце, там не было, небо отсвечивало каким-то искусственным, тусклым, зеленовато-серым светом. Кварталы были сплошь застроены серыми одноэтажными домами, напоминающими бараки, а по улицам перемещались странные существа, похожие на людей-мутантов с прозрачной кожей, но бледным пятном вместо лица. Знаете, это описание чем-то напоминает прекрасные виды отечественных спальных районов времен Хрущева. Может, она просто чуток перебрала и попала в одну из стран СНГ? К счастью, как пояснил Терезе ее межгалактический гид, посещение было лишь ознакомительной экскурсией, после которой ее вернули на Землю вместе с ночными кошмарами. А у вас когда-нибудь были проблески воспоминаний из прошлых жизней? Или, может, странные сны о других планетах? Если да, обязательно расскажите в комментариях! Также будем благодарны за лайки и репосты! А пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok